Я не даю свое согласие на распространение данной информации, которую вы здесь получите посредством, соответственно, видео-аудиофиксации через сайты, сети интернет, различные блоги и так далее. То есть это есть нарушение соответствующего закона и распространение соответствующих персональных данных. У каждого есть свои права. А как вы вообще оцениваете требования федерального закона об открытости и гласности деятельности сотрудников полиции? Мы всегда открыты. Для средств массовой информации. Вы же не средства массовой информации. Есть какие-то разграничения? Вот, допустим, средство массовой информации может что-то публиковать, а обычный гражданин не может? Разве в федеральном законе в полиции как-то разграничены вот эти вот права и обязанности? Вопрос в федеральном законе полиции не расписан с точки зрения средств массовой информации. Это расписано в других нормативных актах. В частности, федерального закона 152. Если вы ведете речь о Конституции Российской Федерации, там четко определено, да, каждый имеет право на свободу передвижения, свободу слова и так далее, и так далее, и так далее. Но за исключением случаев, установленных федеральным законом. Правильно? Ага. Скажите, пожалуйста, вот на личном приеме какие персональные данные лично ваши будут распространены, либо хотя бы оглашаются, которые могут быть известны нам и тому подобное? На данном личном приеме может быть озвучено сведения, касающиеся материалов проверок, да, персональных данных лиц, которые участвуют, которые были задействованы, опрошены в материалах проверки, либо с которыми мы проводили определенные мероприятия. Мы направили соответствующее ходатайство с просьбой рассмотреть вопрос об отмене, ну, хотя я с решением об отмене не совсем согласен, но тем не менее. На что получили ответ с прокуратурой, что, в принципе, решение было принято законно, но оно и не подлежит отмене. О чем вы были уведомлены? Нет, не было такого. А можно по поводу чисел? Когда это было отправлено, вы когда отправили? Сейчас не могу. Вы же мне не сказали, по какому поводу придете. Я бы подготовился. А по какому поводу вы меня можете здесь ждать вообще? Я не знаю. Может, вы по мне соскучились, как друзья, поэтому я жду и надеюсь, что случилось-то у вас. Вот про друзья это уже не на личность. Я к чему говорю, в своем обращении вы не отразили сведения, по какому вопросу вы будете, соответственно, подписывайтесь ко мне на прием. Проверка проведена недостаточно, что там то-то, то-то, то-то не выполнено. Когда будет все-таки изъят холодильник для того, чтобы установить, работает он, не работает, плата рабочая, не рабочая. Когда будут проведены опросы и так далее. Когда будет выезд на место вот этой организации. Ну, то есть, все, что мы обсуждали, руки зимы. Если вам пообещал вышестоящий руководитель о том, что он отменит соответствующее решение, отмена чем предполагает за собой? Ну, некий документ, да? Да. Но некий документ мне не поступал. Мне поступило на рассмотрение обращения Анны Анатольевны с определенным перечнем вопросов, включая в том числе рассмотреть вопрос об отмене, постановлении об отказе возбуждения уголовного дела. Не Анна к вам обратилась, да, с каким-то там заявлением и тому подобное, а вышестоящий руководитель вам спустил указания, что нужно сделать на основании нашего обращения на личном приеме. В какой-то части он был там прав. Николай Валерьевич либо лукавит, все-таки указания были четкие даны, либо настолько смел, что взял на себя инициативу. Вы мне с собой общаетесь, нет? Я вам не мешаю? Ну, я просто поясняю. А вы достаточно смело себя ведете? А почему я должен быть расстроенным, печальным? Меня вообще удивляет ваше поведение. Спасибо. Каких-то конкретных действий по указанию вышестоящего руководства вы не производили. То есть вы на себя не взяли никакую ответственность. Анне Анатольевне было рекомендовано в случае несогласия обратиться в суд для рассмотрения уже посуществовала рамка судебного производства. Два письма на вид почти одинаковые. Исходящий номер одинаковый, дата исходящая одинаковая. Но содержание разное. Скажите, пожалуйста, вообще, как это возможно? Как возможно два разных письма регистрировать одной и той же датой, одним и тем же номером? Это как понять вообще? Ну, разрешите познакомиться с этим? Конечно. Два абсолютно разных письма. 17 января 24-го, по вашему обращению, в Заргисовом МП-3 проведена проверка. Это проверка, 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 право, что в соответствии с режимом приказа на данном указанном признаке. Поэтому с этим прошлом не обнаружено. В вашем сообщении. Ну, правильно. Объяснить? Конечно. Поэтому я задаю вопрос. Два разных письма. Найдите два разных отличия. Два отличия. Ну, отличия как минимум разные куспы. Это два разных обращения. Соответственно, два разных ответа. Правильно. Два разных ответа. Ну. А номер исходящий одинаковый? Ну, если номер исходящий одинаковый, значит, это, скорее всего, канцелярия допустила ошибку. Не готовься к этому поводу. Накажете? Хотя бы разочек. Если мы установим обязательно. Мне нужно же понимать, сколько... А что здесь устанавливать? Вот я вам показываю. Ну, может, она машинально 26 и 25. Нет, так оправдывать можно все, что угодно. Может быть. Так вот за это нужно наказывать. Я же не могу сейчас... Вам оставить эти письма? Ну, если они вам не нужны, можете оставить. Ну, как же не нужны? Можете написать обращение. Они нужны, потому что вы можете там ксерокопию сделать, сфотографировать. Ну, сейчас у меня нет возможности ксерокопию сделать. Сейчас я запишу себе. Заявление. Прошу дать аргументированный ответ за подписью начальника отдела полиции номер 3. Чухарева НВ. Вы видите здесь подпись свою? Ответ за вашей подписью? Ну, этот ответ не за мою подписью. Так, все-таки вы дали установленный законом срок, 30-дневный срок, ответ на наше обращение. Мы дали, вот, ответ на наше обращение. Не мы, лично вы дали ответ. Мы к вам обратились как к должностному лицу на личном приеме. Еще раз объясняю. Заявление мы конкретно просили вас, лично вас, за вашей подписью. Указали даже фамилию, имя, отчество. Ну, мало ли, там уж начальник сменится, там вы скажете, уже я не начальник, на повышение, либо понижение. Мы указали вашу фамилию. Почему? Потому что вы прекрасно знаете, в связи с чем это заявление родилось. Потому что мы от вас никак не можем получить четкий, законный... Мы вам дали ответ. Вы же имеете право обратиться в соответствующие жалобы. Почему это не начальник УП-3 непосредственно дал? А время исполняющего обязанности. Вы как должностное лицо, как представитель правоохранительных органов, вы должны соблюдать законы и пресекать всевозможные нарушения этого закона. Понимаете? Вы не должны нас посылать на три буквы. Я поговорю про СУ. Вы не имеете права этого делать. Вам говорят об очевидных вещах. Понимаете? И говорить о том, с чем-то мы согласны, либо не согласны, это, знаете, даже не сказать, что это некорректно. На мой взгляд, это унизительно. Понимаете? Потому что мы пришли к вам на личный прием, записались, потратили личное время. Мы неоднократно поднимаем этот вопрос. Мы хотим все-таки получить от вас, лично от вас, ваше личное мнение за вашей подпись по поводу ознакомления с персональными данными третьих лиц в рамках доследственной проверки. Мы вам приносили и разъяснение сайта прокуратуры, и распечатку судебных решений. Все это приносили. Понимаете? И вы максимально уклоняетесь от конкретного ответа за вашей подписью, потому что вот этот ответ, он никак не связан вообще с ситуацией. На период принятия решения я находился в краткосрочном отпуске. На 30 суток? Почему на 30? В отпуске на 30 суток? Нет, я находился недельку в отпуске. Но вы же до отпуска могли ответить на обращение? Мы же лично вам его дали. Конечно. Ну, я не мог ответить на это обращение, потому что, соответственно, мне нужна была консультация с правовым отделом. Как только оно поступило, в части касающегося, как нам предковать 152 федерального. У вас все-таки нету своего личного мнения? У меня есть свое. Отразите личное мнение ваше. Так я отражаю вам каждый раз, когда с вами общаюсь. Вы запишите карточку личного приема, граждан, что я жду лично ваше мнение. Запишите сейчас. Что вы ждете лично мое мнение? Лично мое мнение в письменном виде. Подождите, подождите. Во-первых, пальцем мне не тыкать. Поднимите, я вам на обращение показываю. Что? У вас внизу, да, вот лично. Да, показывайте. Вот, пишите содержание устного обращения. Пишите, что я хочу. Что вы хотите? Лично ваше мнение, как начальника отдела полиции. Не как гражданина, не как моего друга, товарища. Лично ваше, как начальника отдела полиции. Лично мое мнение по данному поводу. Мы еще 30 дней подождем. Да ничего страшного. Конечно, конечно. Я люблю с вами. Людям нравится смотреть вот этот вот беспредел. В интересах государства несете службу. Государство это кто? Да, общество в том числе наше. Общество. А я часть общества? Ну, конечно, вы тоже часть общества. То есть вы несете службу в интересах моих? В том числе в интересах ваших. Ну, надо же писать добавим я. Так я же вам сказала, дата приема 13.02. Соберитесь, Николай Валерьевич. Нет, нет. Вы же меня отвлекаете, я же не могу и слушать, и писать. Смотрите, Николай Валерьевич, содержание вот этого письма, которое вы мне направили, да, вот за подписью Натика Паладовича, оно, значит, дублирует мнение, значит, отдел организации дознания и Юбов начальник. Значит, вот это вот письмо, которое там дублирует, а до него было, сейчас скажу еще что, так, до него еще было некое письмо, которое электронно не подписано. То есть это письмо, самое первое пришло в мой адрес, я вам сейчас его найду. Оно, видите, да, у вас каждое письмо подписано электронной цифровой подписью. Письмо изначально, на которое вы ссылаетесь... Вы ссылаетесь, наверное, на письм прокурора? Нет, 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 это у меня приложение 1.2, это к письму, которое я вам сегодня передам, там будет 5 приложений, вы его примите. А я вам конкретно про вот это вот. Значит, вы, представители УМВД по городу Мурманску, ссылаются на некий ответ, который официально ниоткуда не уходил, он официально не подписан. Вот на него ссылаться не надо. Законность этого ответа мы будем оспаривать, ну, уже в другом городе. Ну, вы что-то знаете, чего я не знаю? Не могу сказать. Вы же мне оставите обращение, я посмотрю, на какой ответ мы ссылаемся. Ну, что-то, что вам надо будет, я вам оставлю. Мы ссылаемся на некий ответ, которого нет, я не знаю, о чем вы говорите. Кошки-мошки. Да нет. Каждый о своем, да. В о своем, я о своем. Вот, видите, да, что документы подписываются электронно-цифровой подписью. А есть некоторое письмо, которое не подписано этой подписью. Вот ссылаться на него не надо, вы знаете, что это за письмо. Не знаю. Не стоит. Видите? Что это? Начальник инспекции штаба не подписал свое письмо. А вы все дружно на него ссылаетесь. Ну, конечно же, кто будет об этом говорить? Так от меня-то чего хотите? Чтобы вы личное мнение свое высказали. Ну, вы же написали. Высказали мне личное мнение. Ваше личное. Вы поняли меня, что меня интересует ваше личное? Я же вам устно говорил вам, что я считаю, что... А я хочу бумагу. Я могу вам предоставить. Мне надо что-то в реестр вбивать, реестр ввести дальше. У меня вот уже три листа на сегодняшний день. Смотрите, как мелко. Я вам сейчас покажу. Видите? Раз. Вот вас бы ко мне в канцелярию было бы идеально. Три. И сегодня здесь появится... А уже есть личный прием граждан ОПН номер 3, 13-й, нофе-топа. По результатам сегодняшней встречи я добавлю информацию о состоявшейся беседе. Что мы себе поставили, какие задачи. Может, у вас канцелярия ко мне здесь? Порядок вам был. Я был бы спокойен тогда. Чему вы меня можете научить? Так не наоборот, вы меня научите, как правильно вести канцелярию. Как письма раскладывать, как направлять, как регистрироваться. Я же к этому иду речи. А зачем тогда нормативно-правовые акты пишутся? Ну, для того, чтобы их изучать, конечно. Вы можете посоветовать своим сотрудникам изучать эти нормативно-правовые акты? Они изучают. Они изучают в том числе. Ну, мы это и к лицер, ладно? Так, это то, что касается вашего письма. Так, давайте еще раз. Я не совсем убедилась, что вы меня поняли. То есть, в случае, если вы уходите в отпуск, срочный, досрочный, там, экстренный, там, больничный, вы даже вот за три минуты до того, как вы понимаете, что все, вы, значит, пишете, что... Что-нибудь напишу. Да, не что-нибудь, а конкретно на мои вопросы. То, что посчитаю необходимым, то напишу на ваше обращение. Нет, в соответствии все равно законодательстве. Мы же с вами общаемся в правовом поле. Я же не буду там писать в помидорах. Я исключительно напишу по вашему обращению. Не переживайте. Да, я же надеюсь, мы в правовом поле с вами общаемся. Обязательно. А то мало ли вдруг... Мы для этого здесь не собрались с вами, что исключительно в правовом поле общаемся. Не, ну всякое бывает. Мне вот сотрудники звонят ваши. И что? Я вот даже не знаю, как трактовать это. Да, да уж, да уж. Как мне трактовать? Ну, я не знаю, что могу говорить. Вы знаете, но у меня есть поклонники, но люди, которые выражают какую-то, скажем так... Как сказать, наговорить? Что такое? Симпатия. Симпатия, да. Ну, то есть высказывают... Красивое слово симпатия, да? Да. Мне тоже нравится. Вот. Но если как бы они выражают симпатию, то это одно. А если мы выходим за рамки правового поля, то это уже другое. Нам надо очертить наше взаимодействие как-то. Границы выставить. Мы сразу, по-моему, с вами очертили. Ну ладно, тогда я буду рассматривать этот звонок исключительно как звонок в рамках какой-то симпатии. Я не знаю, мне там многие звонят, я трубку не беру. Мы же с вами круг очертили. Но вы, если что, мне смс-ку пишите, это Николай Валерьевич. Я уже понял, вы мне уже сказали, не звоните мне, я не буду звонить, не переживайте. Я вам такое сказала? Ну, сейчас вы об этом озвучили, что звонят некоторые, звонят мне, высказывают симпатию, ладно? А вы так это поняли, да? Не знаю. Сейчас стою в дежурной части, и значит, там, как это называется, в общем, там три человека, видимо, что-то там наделали, там запах алкогольный, ну и так далее. И стоит сотрудник, по всей видимости, который, ну вот, как это, дежурная часть, ну, который там ходит, их ловит. Как он называется? Ну, сотрудник дежурной части. Сотрудник, ну, наверное, дежурной части. Ну, может, там помощник. Вот он сидит, ну, вот стоит, да, там ребята что-то рассказывают там эмоционально, в веселом состоянии, а он им подходит и говорит, на вот тебе, говорит, презент. И дает ему жвачку мятную, вот. А главное, парень реакцию такую, ну ты, чувак, вообще даешь. Ты просто отпад. Я первый раз такого вижу. Пацаны, он же реально крутой. Он, то есть, человек, иными словами, он был впечатлен отношением сотрудника полиции к нему. Мы меняемся, мы поворачиваемся к обществу лицом. Вот, и мы тоже вам даем сейчас возможность повернуться ко мне лицом. Так я же к вам всем лицом. Не, пока что вы мне отказываете во всем. Вы мне ни в чем не дали согласия. Закон так гласить, к сожалению. Может быть, я бы сказал вам другие слова, да, но, к сожалению, я считаю именно так, ну, часть касается принятого решения. Может быть, когда-нибудь у меня переубедить, но кто знает, пока нет. Помните нашу первую встречу? Ну, если честно, не очень. Вот, все начиналось с того, что вы ко мне стали обращаться на «ты». Неприятно. Это мое право. Это мое право. Неприятно. Я вас попросил, давайте будем вежливо друг к другу обращаться на «воль». Вы меня не слышали, а вот сегодня у нас уже немножко другое общение. Знаете почему? Почему? Потому что я всегда с человеком общаюсь на «вы». До определенного момента, когда я чувствую, что в отношении меня идет какое-то неуважение. Сегодня вы себя более-менее корректно ведете, потому что, ну, видно, что вы разговариваете со мной. В том, что я шумел когда-то. Нет, дело не в том. Дело в том, что можно по-хамски себя вести к человеку вот путем игнорирования, путем не давая ответ на какой-то поставленный вопрос. Ну, то есть, своим поведением давать, что вот как бы «ты никто». Твое мнение неинтересно. И вообще, кто ты такой? Твои полномочия здесь не установлены. То есть, у нас тогда и была ситуация в том, что вот вы сомневались в моих полномочиях, в том, что я вообще имею право выступать здесь и тому подобное. Поэтому как бы вот у меня была соответствующая реакция. Подождите, ну, после того, как у меня появился соответствующий документ, я больше не сомневался в ваших полномочиях. А вы все-таки виситокно считаете, что вы законные требования выставляли тогда? Просить доверенность? А меня кто-то переубедил в этом. Хорошо, вы можете предъявить доверенность. Вот у вас есть доверенность действовать от имени юридического лица отдела полиции, но... Она мне не нужна. Вот правильно. Скажите, почему она не нужна? И почему не нужна была мне? Потому что, если вы внимательно читаете гражданский кодекс, есть такая статья 182 гражданского кодекса. Там сказано, что полномочия могут явствовать из обстановки. Понимаете? То есть, если я при моем доверителе нахожусь, да, и доверитель говорит, это мой представитель. Это все прекрасно, но это в рамках гражданского судопроизводства, гражданского процесса, не вопрос. Это мой представитель, я так хочу, там даже предусмотрено... У нас никакого уголовного дела не узнать, но... Подождите, подождите, дайте я уже скажу, с точки зрения того, что там даже в гражданском кодексе, если мы читаем с вами правильно, предусмотрено составление устной договоренности, как было у вас, да, с господином подчастика Саевича в холодильнике, это же предусмотрит закон. А здесь мы действуем в рамках изменить уголовно-процессуальный кодекс. Почему тогда Целикс Сергея Алексеевича, не помню, почему он не просил от Владимира доверенность? Я не знаю, почему он не просил, но это его право. Знаете, я сказал, что Борг, сколько юристов, столько мнений. Да не должны быть, мнения должны быть выполнения строгого закона, понимаете. Нет, есть еще один товарищ, я вот хочу выразить свое мнение, я считаю, что, как вот говорится, это рыба гнезд с головы, и когда я пришел там по другому делу, это не стоматологом, ничего, обратился к самому главному сотруднику полиции Мурманской области, Веселовскому. И когда он там устроил цирк, это тоже все зафиксировано, и я к нему буквально скоро тоже пойду на прием, я хочу посмотреть, как он дальше будет себя вести. Потому что он вел себя крайне некорректно, он попытался выставить меня за дверь, а я считаю, что на него точно так же распространяется кодекс профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел. Можно требовать все, что угодно. Требования сотрудников полиции должны быть законными и обоснованными. Любое ограничение, вот вы когда говорите, я запрещаю что-то делать, или я требую там, допустим, кто-то другое, вы не можете сослаться на норму права. Почему? Потому что вы ее не называете, ни вы, ни Панфилов. То есть вы говорите, вот, я запрещаю выкладывать в сеть интернет мое изображение. Так на каком основании назовите норму права? Если вы ссылаетесь на гражданский кодекс, да, ту статью там 152.1, тогда читайте ее до конца, там же есть исключения, и вы подпадаете именно под это исключение. Но это вы так трактуете, что это подпадает. Так это не я трактую, вы понимаете, я уверен, что у вас есть интернет, у вас есть свой аккаунт в Ютубе, вы смотрите видеоролики. Вы прекрасно знаете, что куча видеороликов, когда всех сотрудников полиции, ГИБДД там, на трассе, там еще где-то, фиксируют. Есть даже такие умники, которые вот как Панфилова подавали в суд и проигрывали суды, понимаете, проигрывали суды, потому что суды однозначно говорят, при исполнении должностных обязанностей. Давайте все-таки дождемся решения суда. Да я знаю, какое будет решение, вы даже не переживаете. Да я-то не переживаю, но я надеюсь, что решение будет законно и обоснованное. Так оно будет законно и обоснованно. Вот подождем, потом сделаем выводы, что да, можно везде снимать, кого хотим и как хотим, ну с точки зрения должностных лиц. А может быть суд скажет иное совершенное решение. Мы живем в стране, где у нас непретензионное право. То есть решение судов, как вы насылаетесь, у нас может быть множество судов. Часть судов скажет, нужно трактовать так норму права, другая часть судов скажет совершенно по-другому. На самом деле вы немножечко неправильно говорите. Да, у нас непретензионное право. Но, но, у нас согласно статье 126 Конституции, именно Верховный суд имеет право давать разъяснения по поводу судебной практики и тому подобное, которые обязательны для нижестоящих судов. Вы это все в блок выкладываете, правильно? Смотрите, ловит вас за... Да я понимаю, понимаю, что ловит. Я просто спросил. Нет, да нет. Ой, Николай Валерьевич, я могу сказать, что выкладывается, но вопрос выкладывается кем? Это не обязательно мной выкладывается. Это вы начинаете Игрослав. Игрослав, да я понимаю, что Игрослав, мы не глупые люди, мы прекрасно все понимаем. Там начинают уже выкручивать, я не знаю, там искать какое-то оскорбление в каких-то словах, там вот в слове балабол. Человек, который пытается что-то скрыть, там допустим, через судебное решение, он наоборот привлекает еще больше внимания, еще больше дается резонанс к этому делу. Вот Панфилова добилась этого. У Яндекса есть такая функция, ты можешь узнать, как часто интересуются твоей личностью люди, причем во всей глобальной системе. Ну вы, наверное, знаете, что я сотруднику полиции рассказываю. Я же старый язык. Так вот рейтинг поиска Веры Михайловны в период, когда началась вот эта вся ситуация, он практически в четыре раза превысил тот скачок запросов, когда она устроилась на работу. То есть там статистика, просто обычная статистика, аналитика и сбор данных. Ну видите, сколько у вас талантов, вы говорите только у меня. И анализируете, и фиксируете, и, соответственно, делать логические выводы. Это мы в школе учат. Ничего сверхъестественного, знаете, есть такая хорошая поговорка. И если ты в школе не изучал химию и физику, а вся твоя жизнь полна волшебства. Так. Вот. Так у вас волшебство или нет? Нет, статистика, аналитика, сбор данных. Ну не все, больше столь людей этим не пользуются. Вы видите, как пользуетесь грамотно. Вызывает восхищение. Спасибо. Но звонить не буду, все равно. У меня супруга есть. Интересная мысль, не легло так. Не легло, значит, скажу попроще. Попроще это трактовать можно следующим образом. Может быть, здесь, в данной определенной ситуации, я принял бы другое решение, будучи человеком, но с точки зрения соответствующего правоприменителя, уже соответствующего законодательства, я должен принять иное решение. Потому что норма права трактует его именно таким образом. И по-другому я поступить не могу. Вот и все. То есть вы сейчас разделили себя как просто гражданина и как сотрудника полиции. Еще раз подчеркиваю, я не с точки зрения, в части касающейся, ну, бывает же все, допустим, испытываешь жалость кому-то, да, преступник, ну, нормальный парень, все хорошо, вот, но оступился. Ну, бывает же такое, да, первый раз, но ты же не можешь так сказать, ну, ты хороший парень, поэтому иди. Я должен применить в отношении его соответствующие нормы ограничения. А если наоборот? Ну, а наоборот? Что наоборот? Вот завершил парень неоднократно одни и те же действия. Ну, мы так не поступаем. Против хороших, ну, не вы. Ну, с точки зрения, ну, я таких случаев не знаю. Смотрите, давайте вернемся сейчас к вашей гипотезе. Вы говорите, что если бы вы были просто человеком, вы бы, возможно, поступили бы по-другому. Но так как от вас требуется, ну, как это такое, что-то законодательно, да, там что-то это вот целесообразно, нецелесообразно, вы как бы воспользовались данным вам инструментом. И это привел пример, что бывают такие случаи в жизни. То есть я правильно понимаю, что если бы вы, как мужчина, как гражданин, просто, мы не берем сейчас, что Николай Валерьевич это начальник полиции, Николай Валерьевич это мужчина, муж своей жены, отец своих детей, просто гражданин, там, в пятерочку пошел за хлебом, вот увидев такую ситуацию, вы бы подумали по-другому. Ну, вы бы приняли решение по-другому. Не понял ничего, что значит увидел такую ситуацию. Ну, например. Например, того, что ко мне неизвестное лицо пришло, одно, потом второе, сняли плату, пропали, вымогали деньги. Вы слышали видеозапись, я вам ее показывала. Давайте так, с точки зрения, если жизненная ситуация, прежде всего я не позволил бы своей супруге заниматься этим, а занимался бы лично сам. И тогда бы этой проблемы, в принципе, бы не было. Ну, это применительно к определенной ситуации. То есть, вы сейчас виноватого нашли в лице третьего, вообще, четвертого лица. Это бы я как поступил, как мужчина. Вы уже как мужчина меня спрашиваете. Меня женщина этим не понимает. А если уже, давайте мы уже так, живем в той ситуации, в которой есть. Так и все-таки. Вот вы как мужчина, как человек, вот, случилась такая ситуация. Что вы думаете по этому поводу? Мы не берем сейчас законодателей, там, это все. Не, ну, случилось так, как случилось. Вы считаете, что у вас ввели там заблуждение и так далее, и так далее. Ну, по определенному принципу. Мы не применительно к этому, а в общем, да. Вот, соответственно, другая, какая-то подобная ситуация. Ну, я в любом случае бы обратился в суд и истребовал с них морально, материально. А почему в суд? А где органы полиции? Нарушены мои права. У меня нет договора с ним. Он ничего со мной не заключал. Подождите, договор-то с ним, вы же действовали в рамках гражданского кодекса, понимаете. В чем проблема? Никакого не гражданского кодекса. Вы же согласились с этим. Будем так действовать, почему не заключились? С чем согласились-то? Ну, вас же никто не заставлял отдавать плату, соответственно. Так я доверилась. Он вел меня в заблуждение. А я доверилась. Это не гражданский, ну, это не договор между нами. Он вел меня в заблуждение. как это, удав в Маугли мне вот так вот глазами сделал я ему доверилась Гражданский кодекс даже предусматривает возможность заключения устного договора, не обязательно письменным он должен быть, если я не ошибаюсь Хорошо, а если бы ремонт стоил бы 20 тысяч что было бы тогда? Вот Гражданский кодекс как вы говорите, он предусматривает заключение договора до 10 тысяч рублей Ну я конечно давно с Гражданским законодательством до 10 тысяч, слушая 10 тысяч рублей в принципе может быть Что было бы тогда? Может нет, если было бы в сушу 10 тысяч рублей но в моем понимании если бы вы обратились в суд суд бы признал Да не суд, я в полицию обращаюсь я к вам обращаюсь как к целому зданию мужчин и женщин которые стоят на страже моих прав вот я так считаю Ну вы на страже ваших прав Я живу в Первомайском районе свободно и спокойно и знаю, что у нас все в порядке потому что у нас здесь Николай Валерьевич начальник Я один всего не могу понять Ладно, вы считаете, что я там неправомерно поступаю и так далее, и тому подобное неправильное решение принимаю Почему, сколько времени уже в сентябре месяце прошло вы не можете обратиться в суд? Что мешает? Ну для того, чтобы подать в суд допустим, я как представитель должен написать исковое заявление я там должен изложить обстоятельства обстоятельства, ссылки на нормы права и я как юридически грамотный человек я понимаю, что там нету гражданско-правовых отношений там нету слово «договор». Нету слова «договор», понимаете? Потому что если вы откроете первый участок гражданского кодекса и посмотрите, что такое вообще договор это соглашение сторон минимум двух, да? То есть, что такое сделка что такое договор это многосторонняя сделка это когда, скажем так, стороны неважно юридические, физические лица Договариваются о чем-то, об установлении прав и обязанностей. Так вот, Анна не договаривалась с данными гражданами на какой-то там ремонт. Предмета договоренности не было. Не было предмета договоренности о ремонте этой платы. Вообще не было, понятно, исправно она, неисправно. Даже мы вам обстоятельства-то излагаем, что каким образом эту плату сняли. В какое время это происходило, как это все происходило. Что к ним не обращались, к этим специалистам. Что было обращение по стационарному номеру телефона. Так называемый колл-центр, как они себя именуют. Хотя по ОКВЭДу у них нет такой деятельности. У них именно деятельность связана с ремонтом бытовой техники. Это вот все есть у меня эта информация. То есть я к чему это говорю? К тому, что вам легко сказать, что гражданско-правовые отношения. Но в суде я не смогу это обосновать, потому что здесь нет гражданско-правовых отношений. И здесь не вытекает иск из защиты прав потребителей. Нету его просто, нету этих отношений. К чему вы взяли, что нет? Так называемый вред. Мы будем требовать убытки вследствие причинения вреда. А это значит, должно быть неправомерность. Не было ни акта выполненных работ, ни акта изъятия какого-то имущества. Ничего не было. Понимаете? Есть конкретный факт, что пришли люди, самовольно сняли, воспользовались ситуацией, что этот человек отвлекся по семейным делам, сняли плату, вовремя обнаружили. Вы же видели, как с плату снимаются? Нет. В том-то и дело, что нет, я ушла к детям, в соседнюю комнату. Нет, когда он снял плату уже по факту. Он ее уже снял, все, он уже ее убирал в сумку. А дальше он воспользовался доверчиво, сказал, что мы должны установить... Нет, он не сбежал, я его задаю вопрос, я говорю, зачем вы это сделали? Не отдали, он забрал и объяснил, чем. Давайте так, вот здесь правомерность будет, в моем понимании, это не может быть, может быть и прав или не прав, с точки зрения того, чтобы ему сказали, положи плату на место и поставьте ее обратно уже там, на месте. И он бы, несмотря на ваши требования, взял бы и ушел с этой оплаты. Это, соответственно, наказуемое деяние, которое бы следовало привлечениями его к соответствующей установленной законом ответственности. Называется грабеж? Ну, возможно. А есть хищение имущества путем обмана? Так все равно вы сказали, что это гражданско-правовые отношения, потому что у вас договор... Так с чего вы взяли? Скажите мне, Николай Милеевич, я вам ситуацию привожу, что... Смотрите, пока мы тут вокруг да около ходим, смотрите, я, значит, пишу заявление, говорю, что такие-то, такие-то сделали то-то, то-то. Вы приглашаете этих таких-то, они говорят, нет, мы этого не делали. И вы мне пишете ответ, в вашем, там, то, что вы там говорили, это все ерунда, потому что они этого не делали. Как? То есть в садике ребенок приходит к воспитательнице и говорит, подождите, ребенок приходит и говорит, он меня ударил. Воспитательница зовет второго и говорит, ты его ударял? Нет, ты его не ударял. Ну, видишь, он же говорит, что он его не ударял, все, иди. Вот так получается. Вот видите, какую недовольную такую ситуацию, которая, в принципе, чуть-чуть вас коснулась. Помните, когда я вам задал вопрос, а это ваш блок, то есть когда был недоволен с тем, что вы снимаете, выкладываете. Ну, подождите, я не применительно там, что у вас там есть и какой-то еще платный блок и так далее. То есть вы признавали, что да, 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 это мое, все хорошо, а потом сказали, так мало какую чушь несу, да. Может быть, там действительно что-то мы не увидели, что-то есть. В любом случае, мы материал выделили, направили в Октябрьский отдел по Егорова 12 для проверки, там вообще нормально, существует законная обоснованная эта организация или нет. Может быть, это вам поможет с точки зрения сказать. Там даже удалили мое обращение. Ну, не знаю, удалили или нет. Плюс, соответственно, насколько я знаю, что прокуратура также направлена к части, касающей горки на 13 или 12, я сейчас не помню. Что будем делать в этом случае, Николай Валерьевич, если меня суда пошлют на три буквы? Ну, как смогут. В ПТ-3. Да, вы слышали, они не могут нас послать. Нет, ну, скажут, идите, доследуйте, не принимают. Ну, если доследователи, соответственно, если они отменят нам решение, услышав вашу долу, мы еще будем дальше работать. А что будем работать? Не знаю. Ну, просто давайте гипотетически предположим. Суд даже предполагать не будем. Суд-то нам укажет, что сделать. Вы будете все равно устраивать на гражданско-правовых отношениях. Ладно, я вам так скажу. И, Николай Валерьевич, вы прекрасно знаете, суд не имеет права в том числе влезать и вам указывать, что вам нужно делать доследственные проверки. Они просто признают незаконным ваш отказ, его отменят, а дальше вы будете опять вот это колесо устраивать, открытую сель. Дальше будем думать. Пока, говорю, на сегодняшний момент мы выполнили по максимуму все мероприятия, которые требуются для того, чтобы принять решение. В том-то и дело, что вы их не выполнили. Не выполнили, а то мы речи. Это, по-вашему мнению, что мы не выполнили. В смысле, это зафиксировано на видео. Сам ваш настоящий начальник признает это, что мы все, что обещали, мы этого не сделали. Я прямо это говорю. Я смотрю ваше видео. А кто ваш непосредственный начальник? Не хочу. Кто ваш непосредственный руководитель? Непосредственный? Да. Непосредственный, соответственно, у меня начальник ОВД города. По городу Мурмусск. Кизима? Нет. Тароваев. Но сейчас Виктор Васильевич в должность в РИО. Виктор Васильевич исполняет обязанности. То есть вы подчиняетесь не заместителю, а непосредственно начальнику? Когда он, Виктор Васильевич, исполняет обязанности руководителя. А Виктор Васильевич кем руководит? Что значит кем? Он заместитель начальника ОВД по городу Мурмусск. Как спросить-то, что... Ну как вот, я, например, сотрудник, я подчиняюсь не директору, а я подчиняюсь начальнику отдела. Вы кому подчиняетесь конкретно? Я уже сказал, начальнику ОВД по городу Мурмусск. Конкретно и заместитель подчиняется начальнику, и вы напрямую подчиняетесь? Да. Напрямую, да? Конечно. Или через заместителя? Заместителю не подчиняетесь? Он не вышестоящий руководитель? Давайте так, у заместителя начальника ОВД по городу Мурманску есть определенная полномочия. У него тоже есть полномочия в части, касающаяся давать некоторые указания, когда он исполняет обязанности, а за начальником ОВД города. А так, по сути, у него в прямом подчинении находится подразделение определенного характера. Я сейчас не буду перечислять. Хорошо? Но вы в его подчинении непосредственно не находитесь заместителя начальника? Я нахожусь в подчинении начальника по городу. Ну, заместителя, получается, не находитесь? Нет. То есть вы, получается, Виктора Васильевича можете игнорировать распоряжение? Случайно так. Что значит, можете игнорировать? Ну, вот он, 19.01, у нас было к нему заявление. Прошу принять меры, ля-ля-ля, тополя, просить, там, диагностика, там, холодильник, сведения, осмотр Егорова 13. Получается, что он Вам устно, как Его слух, он Вам устно сказал о том, что надо делать то-то, 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 без служебных записок. Давайте так, мне поступило, это еще раз подчеркиваю, я уже не раз говорил сегодня. Вы проигнорировали. Еще раз говорю, поступило Ваше обращение с указанием, рассмотреть это обращение по существу. Это второй раз или первый раз? Что значит, как второй раз? А, ну, второй раз уже, два раза к Вам поступало, первый раз, от 19.01, и второй раз, 31.01, когда мы пришли на прием. Ну, и то, и то, и второе. Второй раз, это какой, вот это нечего? Нет, это тот же самый, только второй раз мы продублировали его. От 19.02.12 было первый раз, и от 31.01 было второй раз, то же самое. И четко было сказано, чтобы Вы выполнили все. Виктор Васильевич за Вас извинился, что Вы не в полном объеме выполнили его требования. После чего он получил звезду героя в нашем ролике, ну, и звезду... Я понял, я единственный злодей во всей этой истории. Ну да, так Вы Вас... Получается, смотрите, Николай... Анна, Анна, получается как? Заместитель начальника говорит, что я на своих собраниях даю непосредственные указания. Он сказал, что дал указания в виде резолюции, называет Вашу фамилию, а Вы сейчас говорите, что он как бы, это не его полномочия. Еще раз повторяю, он дает указания. Почему не полномочия? Он давал мне указания соответствующие рассмотреть данное обращение по существу. Мы его рассмотрели, обращение Ваше по существу. Дали на него ответы. То есть без поверительных наклонений, да? Дали, соответственно, на него ответ. Вам. Приняли соответствующее решение. И все. Нет никаких ответов, решений тоже нет. Ну, значит поступят. Так Вы все-таки без прокуратуры приняли решение? Нет, ну, в том числе нам прокуратура отказала в отмене постановления об отказе, связи с тем, что оно признан законом, постановлено, не подлежит отмене. В том числе на основании этого и дали Вам ответ. В честь касающихся, мы не отменяем его. Пожалуйста, у Вас есть всякие возможности обращаться в службу. Скажите, пожалуйста, чем закончилась служебная проверка в Вашем отношении? Это можно останется у меня тайной для Вас? Если посчитаете необходимым, обратитесь в орган, который проводил данную служебную проверку. Надеюсь, он не ответит Вам на вопрос. Не я же ее в отношении себя проводил. В ВВД России по городу Мурманску, пожалуйста, обращайтесь. Может, они Вам ответят. Привлекли меня, не привлекли. Мы пишем-пишем-пишем обращение, а нам просто говорят... Да еще не говорят, просто говорят, да пишите еще заявление. Ну, знаете, Вы начинаете уже это немножко... Ну как немножко? Мы Вам говорим, что мы до сих пор не получаем от Вас ответы. Но не получаем. Мы даже этот вопрос поднимали у Кизимы о том, что нет от Вас ответов. Вы сейчас говорите, что нам что-то было направлено. Вы не готовы сказать ни номер, ничего. Ну, говорю, ну нету получения. Вот политронки получили, вот все, что получили. Нет от Вас ответов. Накажите уже, принесите опись, покажите, что вот эти отправления были отправлены. В ВВД России, давайте так. С точки зрения направления ответов на Ваше обращение, соответственно, они отправляются по электронной почте. Но они не содержат сути ответа. Ну, есть тем не менее. Ответ поступил. Если Вы не согласны с этим ответом, пожалуйста. Но это Вы мне сейчас... У меня есть уже стоящие органы, есть, соответственно, прокуратура, есть суд. Обращайтесь, говорите о том, что мы не правы. С точки зрения привлечения меня там или не привлечения к дисциплина, а на ответственности служебной проверке. Но это останется у меня, соответственно, в душе. Потому что я не имею права получить эту информацию. Получайте там, где, в органе, который проводил данную служебную проверку, и он отдаст Вам ответ на этот вопрос. Я Вам давать на ответ при всем Вашем, моем уважении к Вам не буду. Это какой-то прям... Ну, а что делать? Анна, ну, я предлагаю сделать следующее. Вы серьезно? То есть, Вы понимаете, что вот, например, я сейчас вот с Вами пообщавшись... Ну, это так, не на камеру мнение, а просто мое, да? Я вот с Вами пообщавшись, вот не с Вами конкретно, а вот с иерархией Вашей власти, я, например, четко понимаю хозяйствующую структуру. Та структура, которая мне защиты не гарантирует. Со мной может произойти все, что угодно каждый день, в любой момент. С ребенком моим, со вторым ребенком, с моей машиной, квартирой и так далее. И мне никто в этом не поможет. Потому что, если что-то случится с машиной, будет неустановленное лицо. Если что-то случится с квартирой, будет отсутствие состава преступления. Если случится что-то со мной, ну, сама упала. Если что-то случится с моим ребенком, ну, так трое суток подожди. Ну и так далее. То есть, вот у меня, например, как у гражданина, сейчас есть четкое представление, что я абсолютно беззащитна. Вообще. То есть, не по личным каким-то, там, ну, допустим, знаете, бывает такое, что, ну, как вот в фильмах, сериалах показывают, в этих женских, когда ты пришел и говоришь, что, ну, помоги мне, ну, там, типа, начальник, или как там, по-разному, да, обращаются. Ну, помоги мне. Ну, мне реально помощь нужна. Помоги. То есть, я уже там трублю в этой ситуации на весь город. Уже там с других городов мне уже звонят родственники, которых я в жизнь не знала даже никогда. Они просто услышали там что-то от кого-то. Ну, вот, ссылки кто-то перекидал. Уже с Белоруссии звонили. Уже там видят видео. Вы не представляете? Хотя, ну, я так не афиширую, что я там что-то делаю, там чем-то занимаюсь. Я просто защищаю свои права. Это не более чем защита моих прав. И вот, например, все мои действия, они абсолютно пусты. То есть, вы как орган, вообще, в принципе, правозащитный орган, как правоохранительная система, она недействительна. Да, вы соблюдаете какую-то законность в своей иерархии. Вы соблюдаете, скажем так, законность некоторых, скажем так, как это вот сказать. Мы люди, да, для вас, это мы не хозяева. Мы слуги ваши. Слуги в отношении чего? Мы вам несем деньги, да, вы, ну, как не вам конкретно, мы там несем их в налоги, а они там уже распределяются. Вы... Я уже слышал это. Вы знаете, что делаете? Вы соблюдаете законность существования структур, неких там микробизнеса, там, макси-бизнеса, там, и всего остального, интересов господствующих структур. Не нас, а законность господствующих структур между собой. И вот вы вот такие микро-шестерёнки, которые позволяете соблюдать, скажем так, ну, не перегрызться между друг другом. Ну, не нами, а вот там слой, где повыше нас, там, где побольше денег, там, где побольше связи, где побольше власти. А я вот в этой связи, ну, вот в этой вот иерархической вот этой вот пирамиде, я там вообще просто, я там ниже грязи, скажем так. И страшно жить, вот реально страшно. Ведь я же ничего плохого вот в жизни не сделала. Я очень честный человек. Я вообще никогда чужого не беру. Ну, то есть даже если я иду по улице, и там лежат деньги, и чьи-то драгоценности, кошельки, я в жизни никогда этого не возьму. Мне никогда не нужно чужого, но я никогда своё не отдам. Ну, то есть у меня вот принцип по жизни. Я не обманываю, я не лгу, я не ввожу в заблуждение. То есть я живу исключительно, ну, скажем так, по каким-то честным понятиям. Поэтому моя совесть чиста. Я абсолютно спокойна. Ну, то есть мне это даёт какую-то силу. Но я не могу быть уверена в других людях. И для этого я раньше думала, что у меня есть как бы, ну, вот надёжный друг и защитный мой, это органы полиции. Вы не представляете, у меня психологическая травма. Вот реально. У меня нету помощи в этой жизни. Те деньгами, которыми я обладаю, я ничего не куплю. Это нищие деньги. Это не те деньги господствующих структур. Я ничего не сделаю. Вообще, абсолютно. Ну, то есть я бессильна. У вас, конечно, слишком эмоциональное выступление, но не всё так, как вы сейчас трактуете. Я вам честно говорю, что всё не так, как вы абсолютно трактуете. Мы ежедневно раскрываем преступления, привлекаем, соответственно, дети. Нет, оно основано исключительно только на анализе, сборе данных, статистике из ваших ответов. То есть эти ответы, они определённо направлены на уход от сути. Всё, что бы я ни писала и какими бы фразами я ни пыталась чётко задать свой вопрос, самый чёткий вопрос, он разобьётся о глупости исполнителя. Ну, то есть это якобы глупость. Естественно, вы все здесь не умные, вас всех учат правильно. Ой, неправильно сказал. Как вы сказали? Не глупые, да. Вы все здесь умные и не глупые, и вас учат, как правильно пользоваться вашим инструментом. То есть вы хозяева, да, вы хозяйствующая структура, вам дали инструмент. Как работать так, чтобы, ну, скажем, цель не ваша, не то, чтобы ничего не делать, а ваша цель, ну, скажем, не нести ответственности, да, или не брать на себя ответственность. Ну, то есть у вас явно нет мысли, например, давай не будем ей помогать. Ну, то есть у вас нет такой мысли определённо. Тем более вы в этом признались, как мужчина, вы определённо хотели бы мне помочь. Ну, то есть, ну, это видно по вам. Ну, скажем так, это просто женская интуиция. Не как мне, как женщине, как человеку. Вы понимаете мою ситуацию, вы понимаете ситуацию, в которой я оказалась. Вы понимаете, зачем я хожу и что я делаю, и все мои шаги, они, в принципе, открыты. И, ну, скажем так, я не скрываю ничего, мне нечего скрывать. Ну, в принципе, в жизни мне нечего скрывать. Вот так вот, скажем. Но я не понимаю, почему вы как сотрудник так себя ведёте. Понятно, это не ваш порядок, это не вы его установили, вы уже пришли в эту систему, она уже была такая, вы уже получили звание полковника. Тогда, когда эта иерархия была установлена в вашем господствующем классе, сословии, скажем так, даже. Читала тут недавно пост Дмитриева, там он чётко описал эту систему сословий и хозяйствующей, господствующей структуры. Вот у меня навеяло. За что я-то заслужила такое отношение к себе? Вот самый вопрос-то в чём. То есть, ходят какие-то штрихи по городу, скажем так, назовём их правильно. У меня другого слова нет. Кошмарят людей, бабушек, инвалидов. А вы, как даже, пускай, господствующая структура, хотя вообще-то наоборот, ну, ладно, возведём вас в ранг именно вашего местоположения, потому что вы и реально такими считаетесь. А вы, как бы, даже помочь не можете. Даже с учётом вашего инструмента и даже с учётом вашей господствующей структуры. Как? Высказались. Бесполезный орган. Вот у меня вот другого календаря нет. Нет, мне просто интересно мнение. Это не на камеру только, Владимир, ничего. И я просто хочу Николая Валерьевича услышать личное мнение. Как так? Давайте так. Вы эмоционально высказываетесь. Всё, что вы сказали, не соответствует абсолютно действительности, потому что я в этой структуре работаю, не знаю. Для меня без разницы, там, человека, деньги есть или нет. Мы исполняем закон. Я подчёркиваю, что мы ежедневно раскрываем преступление. Ежедневно привлекаем лица к установке законов уголовной ответственности. Ежедневно. Хотите вы этого или нет. Считаетесь вы с этим или нет. Не, ну если вот эти три весёлых человека в весёлом опьянении, то, наверное, да, конечно. Я не знаю, о каком вы ведёте речь, соответственно. Там 500 рублей штрафы. У нас раскрывается экономический состав, коррупционный состав. Ну, не обязательно у меня там в отделе, а где есть соответствующие подразделения. Мы раскрываем и кражи, и так далее, и так далее. Мне всё подлежит, конечно, раскрытию. Есть определённые обстоятельства, где нет возможности это сделать. Но, тем не менее, большинство преступлений у нас раскрывается. Вот, Николай Валерьевич, скажите, пожалуйста, на вас вообще в суд подавали? Не помню, возможно. Ну, то есть, вот где-то вот в ближайшем там, скажем так, ну вы говорите, вы давно работаете в полиции. Наверняка же недовольные граждане идут и подают на вас в суд на ваши решения, которые подписаны там вашей рукой. На меня конкретно? Ну, не было такого случая, чтобы мое решение обжаловалось в части касающейся несогласия. Когда-то я работал, соответственно, в другом подразделении, да, принимал соответствующие решения, ну, в части касающейся следствия, да, тоже обращались с жалобами в части касающейся несогласия. В порядке 124 уголного процессуального кодекса и по судебному решению могли признать, что да, я там что-то, может быть, не доделал, нужно переработать в этой части. Либо, соответственно, признавали закон обусловно, все нормально. У нас состязательный сторон. Я поэтому в очередной раз вам говорил, и неоднократно говорю, в десятый, сколько мы с вами собираемся уже, не согласны с решением, обратитесь в суд, обжалуйте это решение. Может, что-то встанет на вашу сторону и скажет, действительно, правоохранительные органы не доработали, нужно доделать. И будьте любезны, принимайте решение повторно. А на сотрудников на ваших подают в суд? Ну, не знаю, возможно, и подают. Ну, как вы же, вы не знаете? Сотрудников не как на граждан, а как на сотрудников... В общем, если мы оцениваем там правоохранительные органы, бывает случай, когда подают в суд, бывает случай, когда привлекают к уголовной ответственности правоохранительные органы в целом. Нет, я конкретно сотрудников. Нет, я к тому, что те письма, которые вы не подписываете, а те, которые подписывают ваши, скажем так, заместители, кто в суд ходит? Заместители ваши? Или вы реально специально ответственны? Да, этот суд принимает решение. Если суд посчитает необходимое присутствие соответствующего конкретного должностного лица, соответственно, он вызовет на судебное заседание. Он считает, нужно меня вызовет, он вызовет на судебное заседание для соответствующих вопросов. Я не полномочен, решая за суд, кого он будет заслушивать. Может, у меня появится представитель, да, как у вас, Владимир Владимирович. Вы знаете, вообще в жизни так это от суммы и до тюрьмы, как это, от тюрьмы и от суммы не зарекается. Бывают такие случаи, когда ты обращаешься к тем людям, которых ты, ну скажем, не то, что прям где-то в сердцах недолюбливала, а ты понимаешь, что этот человек может тебе реально помочь. Может быть, я не спорю, я абсолютно только обоими руками за вами за. То есть, как бы, ну, врагов вот наживать вообще совсем не нужно. Это я сейчас, это я просто... Это я с вами абсолютно согласен. Врагов называть ни в коем случае нельзя. Еще у меня такой вопрос. Я вот была слушателем на суде у Владимира Владимировича, да, с Верой Михайловной. И услышала такую фразу, значит, Вера Михайловна говорила... Раньше не было, мы когда начали с вами ходить, мы же начали как бы там с низов, ну скажем, как с низов, помладше, да, от младшего к старшему. И, значит, Веры Михайловны тогда не было в списке личного приема граждан. Можете ли мне сказать, вот она утверждает, что она туда в график попала случайно? Ну, каких-либо комментариев по судебному решению... Не про судебное решение, я вас сейчас... Все, что вы слышали в суде, это останется в суде. Если суд посчитает, соответственно, задать этот вопрос, они зададут вопрос. Я не задаю вам сейчас вопрос от суда, я вас сейчас задаю лично. Анатолиевна, еще раз повторяю, все, что касается суда, я комментировать сейчас не буду. Что вы там услышали, почему вы услышали, и какое мое, соответственно, по этому поводу мнение, не скажу ничего. При всем своем уважении к вам. Я вас сейчас не спрашиваю про суд, я вас сейчас спрашиваю, как начальник отдела полиции. Я вас сейчас нахожусь на приеме. Анатолиевна, давайте я, может быть, сформулирую. Непосредственно ваш подчиненец сказал, что вы сделали неправильно. Она сделала обвинение в ваш адрес. Что вы случайно ее поставили в график приема граждан? Не могу ничего сказать по этому поводу. Так это случайность или не случайность? Потому что если это случайность, то она не может иметь систематический характер. Потому что на январь поставили, на февраль поставили. Просто я хочу к ней записаться тогда на прием, почему она мне отказала в предоставлении. Подождите, график приема, вывешивайте, пожалуйста, не можете ознакомиться. То есть она там не случайно оказалась? Вы согласовали этот график? Подождите, не я согласовываю график. А кто? У нас начальник УВД города согласовывает, утверждает график. Поэтому в этом графике... Но он ошибся в данном случае или нет? Так, куда я знаю, задайте вопрос тому, кто утверждает. Но график же кто ему подает? Еще раз говорю. Не он же сам себе пишет. Я не знаю, кто готовит график. Мне говорят о том, что вот... Вы не знаете, кто у вас в отделении график готовит? Утверждает график начальника УВД города, соответственно. Кто готовит физически? Я не могу сказать вам, кто готовит. Как разница, кто готовит. Но вы как руководитель целого отделения, вы должны как бы, ну, сами спланировать, там, ли ваши подчиненные за вашей подписью, что вот в таком-то месяце будут выступать перед гражданами в отделе полиции номер 3, какие-то такие лица. Кто, когда выступает, в соответствии с графиком. График утвержден, значит, случайно, если там быть не может. Так, все готовят, правильно, на утверждение. Не знаю, может и готовят. Может, сам начальник города печатать, не могу сказать. Ну, что вы, ну, не хочется выражаться, но это глупости, понимаете? Им приходят списки, они просто утверждают и все. Я не знаю списки, какие приходят. Есть соответствующее решение, утвержденный график приема граждан, на основе которого... Как появляется график этот? Кто его фактически, кто планирует этих людей? Кто дает списки, что вот у нас есть такие-то, такие-то граждане, ну, должностные лица в таком-то месяце, которые могут участвовать там... Не заниматься этим вопросом, не могу сказать. И вы даже не знаете, кто этим занимается у вас? Для меня доводят соответствующую графику, утвержденность. Кто доводит? Поступать по средствам электронного документа оборотов, нам для размещения в удобном для знакомления месте. У вас уже 1С видено? Что это такое 1С? Электронный документ оборотов. Нет, это по-другому называется. А у вас другая система? Ну, суть-то одна. Не знаю. Я не знаю, что такое 1С. Не важно, как он доводится, он доводится, развешивается. Он безымянный? Почему он безымянный? Там прописываются. Кто готовит-то? В смысле, кто готовит? Ну, кто вам отправляет график приема граждан? Вы задаете уже те вопросы, которые не подлежат ответу. Хотите задать этот вопрос, как он утверждается, пожалуйста, обращайтесь к начальнику ВД города. Вам ответят на вопрос. И давайте оставим этот же вопрос. В открытом судебном заседании Панфилова Вера Михайловна, замначальника следственного отдела, отдела полиции номер 3, публично сказала о том, что я поставленный в график ошибочно руководством. То есть она другими словами сказала, что руководство нарушило закон. Почему она так сказала? Потому что она сказала, что они не имеют права меня ставить в график. Это ее слова, зафиксированные на видео. В судебном заседании. Ваш вопрос такой? Да, это мой вопрос. Вопрос получается в том... Она случайно туда попала? Я же сказал, что ответил без комментариев. Ну как без комментариев? Если суд посчитает необходимым, что этот факт зафиксирован, я же не знаю, сказала Вера Михайловна это, или не сказала, будем разбираться. Действительно там случайно оказалось? Или в соответствии с утвержденным графиком приема? Два месяца подряд случайно оказалось? Я не знаю. Я же сказал, без комментариев. Тем более она руководство представляет. Если этот вопрос вас заинтересовал, конечно заинтересовал. В суде задайте вопрос, заявите... Вопрос этот задан. Ну вот, заявите, когда... Ну вот, а что же вы спрашиваете меня? Не готова вам сейчас одна ответить на этот вопрос. Оставьте все для суда. Я просто исхожу из того, что есть утвержденным приказом МВД кодекс профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел. И там прописано поведение сотрудников, как во время службы, так не в служебное время. Там все четко прописано. Там есть такие красивые фразы, что у него нет морального права даже на то, чтобы ее уважали. Там такие в пункте пятом. Почитайте. Вот человек, который ставит в приоритет свои личные интересы, вопреки службы, профессионализму, вопреки моим законным интересам, ну в частности запрещает выкладывать там с личного приема видеозапись в открытые источники, он руководствуется личными интересами, а не интересами службы. Ну так как вы можете себе транслировать. Так вот, кодекс профессиональной этики, который, повторяюсь, утвержден приказом МВД, говорит о том, что вот эти должностные лица не заслуживают морального права на уважение, на честь и доброе имя. Почитайте, пожалуйста, пункт пятый. Я обязательно почитаю, но вы слишком вольно трактуете кодекс профессиональной этики. Нет там дословную, я его близко к тексту вам произнес. Вы слишком вольно трактуете в части, касающейся запрещать трансляцию и распространение вот этой информации третьим лицам. Или нет? Для себя можете там ночью пересмотреть, как хотите смотреть. Но это касается ваш лично. Но вы не можете, если я не даю вам согласия, распространять ее в сети интернет. Не можете. Мне дает право Конституция получать, собирать, производить, распространять. И как все вот эти возможные варианты. Перед сном. Там не сказано перед сном. Когда угодно. Могу перед сном. Получать, пожалуйста. То есть мне дает право Конституция и другие федеральные законы. Вот еще раз говорю. Вы вольно трактуете. А ваши вот эти вот вольные трактовки как раз основаны ни на чем, на пустоте. Понимаете? Я даже ссылаюсь на ваш кодекс, который регламентирует вашу деятельность, который говорит, ребята, пришли на службу, забудьте свое я. Я будет у вас дома. А здесь в приоритете служебные интересы и права граждан. Чуть-чуть потешит вам носа. Мы же с вами договаривались. Мы спокойно с вами... Вопрос не в том, как я говорю, а что я говорю. А именно в том и есть в том числе. Я говорю это эмоционально, чтобы выдать окраску. Я думаю, что вы прекрасно меня услышали. Потому что я много раз вам говорю. Посмотрите мои видеоролики. Посмотрите. А еще самое главное. Почитайте комментарии. Потому что когда Анна сказала очень длинный монолог о том, что она не доверяет органам правопорядка, потому что вот такое с ней произошло. А я вам открою секрет. Такое, что с ней произошло, давно уже с многими людьми. И каждый столкнулся с этой системой. И посмотрите, что они пишут. Они относятся с громадным неуважением. Потому что они прошли через это. Они в принципе не обращаются. Очень много потерпевших в городе Мурманске от этих мошенников. Много. Но они просто плюнули. Они знают, что не хотят обращаться. Потому что бесполезно. Эти мошенники пользуются этой ситуацией. Они ржут в открытых глазах. Понимаете? Мне звонит там, или Ане звонит там, инвалид, который ходить не может. Там еще что-то. Эти все записи записаны. Запись телефонных разговоров. Все записано. Вы можете это все послушать. Просто люди находятся в выходной ситуации. Вот у меня недавно был, не знаю, ролик, я там запись вел. Я прямо говорю, что у нас беда. Нам некуда жаловаться. Понимаете? Некуда жаловаться. Некуда. Вот это в буквальном смысле некуда. Потому что везде посылают на три буквы. Ну, во-первых, никто не посылает никого на три буквы. Ну, вы нас посылаете. Вот здесь сколько раз посылали. Вы же сегодня, я вам признаюсь, с точки зрения, для чего вы все это делаете. Вы не можете сейчас обратиться по вашим причинам в гражданский суд, в гражданский мейском суд. Так как не хватает чего-то, не хватает последнего, соответственно, стрижка, чтобы вам суд сказал, что да, действительно, у вас гражданско-правые отношения. Пожалуйста, мы рассмотрим путем отдельного обращения СКО. Я же правильно вас понял? Мы хотим вас уважать, понимаете, как сотрудников полиции, как вообще органы этот. Очень хотим уважать суд. Вы понимаете, вот просто чудеса творятся, когда, не дай бог, судья просто нейтрально проводит судебное заседание. Не запрещает видеосъемку. Вы бы видели, какие сразу идут комментарии. Вообще, просто судью готовы на руках носить. Просто за то, что она просто исполняет свои обязанности. И точно так же хорошее, суперское отношение к любому полицейскому, если он на видео, получается так, что он порядочно, добросовестно исполняет свои обязанности, не запрещает, не ограничивает, просто ведет себя нормально. Не просит ничего. Вы бы просто видели, какие сразу идут комментарии. А я с вами ненормально обращаюсь, не общаюсь или что-то прошу от вас. Не уклоняйтесь. Создается впечатление, что мы с вами пытаемся соревноваться в красноречии, как уклониться. Мы-то приходим за результатом. Давайте так. Я не первый раз вам говорю, говорю. Говорю. В вашей ситуации, я не вижу состава преступления, в очередной раз подчеркну. Но в качестве примера приведу пример, что у нас в отделе возбуждено уголовное дело, даже ряд уголовных дел, в отношении якобы псевдо-ремонтников, которые просто получали от пожилых людей деньги, якобы для приобретения деталей, и уходили, не производя ремонт холодильников, телевизоров и так далее. И мы в отношении данных лиц проводим в настоящее время уголовное расследование с целью привлечения к установленным законам уголовной ответственности. Но там есть Галимов такой? Нет, там, к сожалению, Галимова нет. А как его? Рагимов, Рахимов? Анна, вот смотрите, я вот просто сейчас немножко вмешаюсь в разговор. Вот если говорю, ситуация была бы с точки зрения... А Расул, как его запоминали? Да не важно. Ну, он тоже с Егорова 13? Я не скажу сейчас. С Егорова 13, с Егорова 13. Нет, мне просто для себя. Здесь с точки зрения какой? Здесь явные признаки состава преступления, почему мы приняли решение в возбуждении, где с людей, причем с пожилых людей, брали деньги, но никакого ремонта не проводили. И они оставились без ничего. Вот мы приняли решение в возбуждении. И вот эти лица будут привлечены к установленным законам уголовной ответственности. Если с точки зрения вашего фигуранта, он где-то засветится и где-то, соответственно, произойдет аналогичным образом ситуацию, здесь уже можно будет рассматривать с точки зрения уголовного указуемого деяния. Но город-то маленький, Николай Валерьевич. Никому же не запрещается обратиться с соответствующим заявлением в суд и сказать, меня обокрали. Вот такая ситуация. Николай Валерьевич, просто маленький момент. Послушайте меня, не перебивайте, Анна, тоже не перебивайте. Вы говорите о том, что вот красивый факт привели о том, что пришел человек, взял деньги и ничего не сделал. Ущерб может быть причинен и хищение может быть совершено путем обмана как денежных средств, потому что это имущество. Деньги это тоже имущество по гражданскому кодексу, это имущество. Так и непосредственно изъятием имущества. Так вот, вот эта плата, это имущество, по факту хищение произошло. Оно есть, оно никуда не делось. Вот есть заявитель, и говорит, нету, нету платы. Где он плату вернул? Вся вот эта суета началась после того, как было подано заявление. После того, как я с ним по телефону общался. Вот только после этого, когда он понял, что мы его поймали, выцепили, понимаете? Потому что мы не знали, как его зовут, где он, ну фамилии имеются в виду, ну все данные, кто он, откуда и чему подобное. Просто мы его выцепили. И только после этого он начал переживать за это все дело. Но вместо того, чтобы хотя бы, ну я не знаю, там в бандерольку, по почте, ну хотя бы формальность выполнить то, что он вернул это имущество, понимаете? А не то, что пришли к нему сотрудники полиции, изъяли у него имущество. Все, доказательства, имущество есть, его объяснение, неважно по каким поводам он там это все оформляет. Но есть факт, есть факт изъятия чужого имущества, есть. Ущерб причинен, есть. Он ничего не сделал, чтобы возместить ущерб, вернуть это имущество, что-то сделать. И вы не усматриваете здесь признаков хищения, потому что это не денежные средства. Ну, сейчас опять начнем в полицию, об одном и том же начнем разговаривать. Мы уже не раз обсуждали этот вопрос, но не раз обсуждали этот вопрос, почему мы не выйдем в состав именно в этой части. Хорошо, вы будете ему вот эту плату возвращать обратно? Ему нет, она пока находится у нас здесь. Как долго она будет там находиться? Вот у нас есть срок исковой давности 3 года, вот мы в конце срока исковой давности будем подавать исковое заявление. Сколько у вас эта плата будет храниться? Это ваше право подавать заявление. Ну, у нас будет исковое заявление, подано на того причинителя вреда. Она будет храниться ровно столько, сколько, соответственно, будет находиться весь материал проверки. Ну, смотрите, у меня же возникает вопрос. Мы же вам... Как нам получить это имущество обратно в рамках законодательства, гражданского законодательства? Подождите. У нас причинитель вреда есть конкретно. Подождите, данное имущество вы можете получить хоть завтра, послезавтра? Не можем мы получить, мы не знаем, исправно оно или нет. От этого холодильника или нет, этого даже не установлено. Вот видите, не хотите, да? Я же правильно понимаю? Да мы предлагали даже привезти самостоятельно холодильник. И Зима сказал, что нет, мы сами это все сделаем. Да подождите, вот опять у вас сегодня одно, завтра второе. Насколько помню, когда мы обращались, когда материал проверки находился у нас в производстве, еще тогда, я предлагал Ане Анатольевну, давайте мы подойдем к вам, ну, для того, чтобы удостовериться, она отремонтирована или нет, работает холодильник или нет, в часковый месяц специалистам подойдет, мы встанем там куда-нибудь... Было такое или нет? Когда мы встали эту плату, да, конечно, не было, это уже... Нет, там что-то было, ну, что-то подобное, но не совсем такое. Я предлагал, было сказано, я подумаю, и все, после этого... Я где-то в этот момент был? Я не могу сказать. Ну, то есть, меня не было, правильно? Да были вы, наверное. Не было никак. Нет, 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 это у меня лично звонило, у меня разговор написан с ним. Ну, можете послушать, да, еще раз. Мы готовы были это сделать, прийти к вам, со специалистом ставить, посмотреть, работать. Правильно, сделайте ответ соответствующий, понимаете? Мы не можем на словах вот это... Вы поймите, как только мы прикоснемся к этой плате, как только прикоснемся, все, мы проиграем любой суд, потому что Галимов скажет, Да вы сами сломали, у меня было все исправно и тому подобное, да я вообще ничего не знаю. Вы можете понять, что вы сейчас, получается, так или иначе, говоря о том, что нет признаков преступления, вмешались в гражданско-правовые отношения. Если вы у него изъяли на период доследственной проверки, вы обязаны ему вернуть. А он дальше пускай сам разбирается, что делать с этой платой. Это гражданско-правовые отношения, с вашей точки зрения. Вот пускай он теперь суетится, возвращает, устанавливает, подключает и тому подобное. Как только окончательно будет решение принято по материалу отказа, мы, соответственно, будем принимать решение. Это же не окончательное, что ли? Я не могу понять, что происходит. Вы же будете обжаловать все уже, правильно? Так то, что мы будем, это отдельная история. Я вам говорю, мы можем и не обжаловать, мы можем согласиться с этим. Мы просто сейчас все это дело отфоткаем в полном объеме, потому что вы же какие-то там действия-то проводили на проверке. С декабря, когда мы были последний раз, мы вам сфоткали, что не все дело. Что-то там вы наверняка доложили. Мы должны это отфоткать. И всех свидетелей, значит, мастера Шмита-17, ну всех, кого там допрашивали, они пойдут свидетелями. То есть мы укажем все персональные их данные, мы их вызывать будем свидетелей. Значит, в качестве ответчиков у нас будет три ответчика. Это будет Галимов, Недосекин и вот эта контора на Егорова-13. Мы будем их всех привлекать, потому что суду в этом нужно как-то разобраться. И поэтому нам нужны все материалы дела, для того, чтобы в судебном исковом заявлении обосновать, почему мы хотим этого свидетеля... Подождите, кто-то вам запрещает ознакомиться с материалом? Ну вы же говорите, что мы не имеем права получать в полном объеме. А нам, чтобы заявить ходатайство о вызове свидетелей, там, этого мастера, там, подозреваемого, ну, в данном моменте ответчика, там, и то-то, то-то, то-то. Мы же не знаем, что вы проводили. Нам нужны все данные, без ограничений. Ну вот, все, что вам предоставит, соответственно, ознакомитесь. Ну, да, а мне же... Нам же вот ответ приходит, что как бы... Я же сказал, что предоставят вам, да, если, соответственно, ответ... Вы же хотите еще мой ответ получать? Мы пытаемся уже в третий месяц, получается. Ну, у вас не удовлетворил этот, соответственно, попросили дать-ка мне ответ за вашу подпись. Я в том числе, да. Обратитесь, ознакомитесь, если, соответственно, я опять же посчитаю, да, скорее всего, я так посчитаю, что не со всеми персональными данными, с теми персональными данными, которые вы не ознакомились с третьими лицами, к сожалению, вы предоставите возможность не дать ознакомиться. Ну, ладно, конечно. Все, что касается материалов проверки, все там, как минимум, в качестве свидетелей мы их должны приглашать. Ведь вы не просто взяли человека слева, ну, со стороны и взяли его персональные данные и там какие-то объяснения и тому подобное. Хорошо, вы для чего хотите? Вот вы получили один ответ, ну, получите от меня еще ответ в части, касающейся ознакомления с персональными данными третьих лиц. Ну, вы же будете что с ними делать? Ну, обжаловать судья, да? Секрет. Ну, не важно, предполагаю. Любая, скажем так, бумага с вашего отдела полиции, это официальный ответ, на который мы можем ссылаться при тех либо иных обстоятельствах, тех либо иных судебных разбирательствах. Мы получили документы, соответственно, с мнением правоохранительных органов, соответственно, обратились с просьбой, дайте нам материалы проверки, мы вам предоставляем в том виде, в котором, которые должны соответствовать нашему соответствующему ответу. Ну, пожалуйста, вы будете с ними ознакомлены. Если там будут персональные данные дополнительно тех, с которыми вас не ознакомили еще, соответственно, вы не сможете с ними ознакомиться. Только с текстовкой, да? Ну, дальше уже будете принимать решение. Если вы не согласны с этим ответом, либо изначально вы обжалуете ответ в части, касающийся мы неправы, будьте любезны, там, суд тот же самый нас поправить, это один вопрос. Если суд нас поправляет, говорит, вы правоохранительные органы неправильно трактуете, то же самое, 152-е, нужно трактовать, как трактует прокурор, там, Тверской или Томской области, я сейчас не помню. Соответственно, будьте любезны предоставить в полном объеме материалы, и тогда вам будет предоставлено без ограничений. Вам прокуратура дважды об этом сказала ознакомить нас в полном объеме? Прокуратура мне ни дважды, ни одиннажды никак не сказала с точки зрения ознакомления в полном объеме. Может, я для вас секрет открою? Смотрите, вот на самом деле мне от вас нужно только одно, чтобы на все наши письменные обращения были письменные ответы. И эти ответы были не на словах, что нам что-то направлено, а чтобы это было реально нами получено. Для этого мы сейчас стараемся в электронной почте отправлять по соответствующим указанным вами адресам. И чтобы те ответы, которые даются, они были на основании наших обращений. Потому что ваш в РИО начальника отвечает совсем на какое-то другое заявление. Потому что наше заявление сформулировано было достаточно четко и конкретно. Даже указано, что мы хотим, от кого мы хотим, с учетом чего. А он даже не применительно к процессуальной проверке. Он просто приводит содержание некоторых статей гражданского кодекса, гражданского законодательства. К чему, зачем он это приводит? Анна, дайте, пожалуйста, дата. Я его навернулась. Нету? Нету, у вас. Значит, все. Вот это на двух листах, которые. Вот к чему вот этот вот трактат? В соответствии со статьей 23 и 24 Конституции Российской Федерации. Потом пунктом 10 статьи 3 Федерального закона персональных данных. Статьи 7 персональных данных. Статьи там о полиции, гражданского кодекса. К чему вот это все? Ну, просто сказать, к чему вот этот бред? Вы эмоции достать не нужно будет сподняться. Я вас спрашивал, к чему это все? Он ссылается на соответствующую новую данную. Зачем? Скажите, я нуждаюсь вот в этом бреде. Это бред, понимаете? Это бред. Ну, это вы так считаете, что это бред. Так это потому, что не имеет отношения к нашему заявлению. Какое имеет отношение вот это заявление и вот этот ответ? Ну, какое? Ваше заявление говорилось о том, что... Вот вы ему передайте, я ему обязательно передам, что он не имеет таланта писать ответы на заявления так, чтобы можно было хотя бы их вместе приложить и сказать, что вот это ответ на это заявление. Нет у него этого таланта. Абсолютно два разных документа. Между собой не связаны никак. Никак не связаны. Он ссылается на ваше обращение от какого-то числа. Правильно я это считаю? Ну, даже непонятно, на какое обращение он ссылается. Какой-то входящий от 12-го. Хотя у нас тут... Мы у вас были 11-го. Но я так понимаю, что вы зарегистрировали под этим номером почему-то от 12-го. Хотя на личном приеме мы были 11-го. Перерегистрация, потому что... Ну, неважно. Ну, теоретически, конечно, мы понимаем, что вот это ответ на вот это заявление. Но они никак не связаны. Никак не связаны. Логики здесь нет. Поэтому вы обратились повторно. Дайте нам все-таки ответы. Правильно я вас понимаю? Так потом мы можем в третий раз... Ну, потому что здесь четко написано. Мы у вас были на личном приеме. Мы лично вас просили ответить. Мы конкретно даже указывали, в какой ситуации. Что доследственная проверка. С учетом разъяснения судов. Мы все. Мы конкретно с вами разобрали эту ситуацию. И почему нам какой-то... Я не хочу выражаться. Левый человек дает ответ. Во-первых, это... Давайте так... Левый в том плане, что человек, который не участвует в ситуации. Давайте так еще раз. Это не левый человек. Это соответствующее должностное лицо, которое исполняет мои полномочия на период моего отсутствия. Поэтому имейте уважение в этой части. Смотрите, здесь есть ответ. Он не просто так ставит свою подпись на соответствующем документе. Найдите хоть одно предложение, хоть одну строчку, связывающую вот это вот наше заявление, нашу просьбу с его ответом. Хоть одну строчку. Хоть одну строчку. Пожалуйста. Человек вообще читал это заявление? Он читал это заявление? Ну, раз он на него отвечал, наверное, читал. Есть возможность его сейчас сюда пригласить? Нет, нет. А может быть у нас будет возможность прям вот собраться и все-таки, чтобы он нам пояснил, каким образом вот этот ответ связан с этим заявлением? Каким образом связана Конституция, закон о персональных данных, закон о полиции, гражданский кодекс связан с вот этим вопросом, который мы задали? С точки зрения персонального. Хорошо, он же расписывает здесь все. Два до части. Там нет ни слова о ситуации, о том, что в рамках доследственной проверки, потому что мы вам много раз говорили, вы прекрасно знаете, о чем мы говорим, что вот это законодательство, на которое он ссылается, в принципе, не распространяется с точки зрения разъяснения Верховного суда и Конституционного суда. И именно в заявлении мы и просим на это обратить внимание, с этой точки зрения разъяснить, ссылаясь на нормы права, потому что мы заранее знаем, что вы просто не сможете этого сделать, потому что вы не найдете ни одной нормы, которая бы противоречила разъяснениям Верховного и Конституционного суда. Более того, мы вас просим лично под этим подписаться. Почему? Для того, чтобы потом уже иметь официальный ответ самого главного отдела полиции. Самого главного. Я же даже больше вам скажу, что мы не самостоятельный отдел полиции, да? Я говорю о том, что вы отвечаете за свой персонал. И поэтому, чтобы вы имели, условно говоря, чтобы не перепрыгивать через голову, мы должны решить какой-то вопрос на вашем уровне. Потому что если мы решим с вашим заместителем и побежим в областную УВД, нам скажут, а что у вас руководитель, вы решали с ним вопрос? Скажут, ну так обратитесь к нему. Вот мы должны, чтобы обращаться, иметь морально право к высшестоящему руководству, мы должны решить на вашем уровне. Я бы вашу мысль понял. Вы ко мне обратились. Так вот поэтому и мы хотим получить вашу подвись, понимаете? Потому что когда мы приходим на личные приемы к высшестоящему вашему руководству, они нам на словах говорят, да нет, этого не должно быть. Конечно, вас должны ознакомливать без ограничений. Так вот мы хотим просто прийти ему и показать вот так вот, положить, сказать, Кизиме, Повольную, всем вот этим товарищам просто показать. Вот, смотрите, ну вот, ну как это так? Ну вот, смотрите, ну чья подпись? По красоте сделать, понимаете? Не то, что нам на личном приеме там Николай Валерьевич говорит. Да может мы его неправильно понимаем, да слово к делу не пришьешь, что ему подобное. А просто молча положить, вот так вот. И посмотреть на реакцию. Посмотреть, как он возьмет в руки и начнет читать. Как он начнет краской менять цвет лица. Потом, как он начнет заикаться. Все это на видео, понимаете? Я хочу, чтобы им, высшестоящим руководством, было стыдно за вас. А вам было стыдно за то, что вы подставили своего руководителя. Понимаете? Правильно. Именно поэтому я хочу от вас получить, как вас закон обязывает, на обращение граждан, пускай 30 дней, давать письменные ответы по существу. По существу у нас вот сформулированы вопросы. Они для понимания очень простые. Ребенок, школьник поймет, что хотят люди. И с нами в эту игру играть не обязательно, что я что-то не понял, я в отпуске, но это все неправильно, это некрасиво. После этого и возникает такое чувство, понимаете, что с нами обращаются неуважительно. Хочется снимать про вас не хорошие ролики, а плохие, потому что вот это я именно так расцениваю. Зачем это про нас вообще ничего не нужно? Зачем? Как зачем? Надо показывать, как вы работаете. И с хорошей точки зрения, и с плохой. Почему? Почему не надо? Я считаю, что нужно показывать. Нужно гордиться сотрудниками полиции. Нужно, почему не нужно показывать? Я считаю, что нужно. Я считаю, что нужно показывать справедливые судебные решения. Суд как проходит. Это нужно делать. Вам бы актерский мастер сам заняться. Зачем? Я просто эмоционально вам высказываю свое мнение. Нет, вы бы на вершину славы точно попали, да? Не переживайте. Еще успеете? Конечно. Я думаю, что не ту тему вы сейчас пытаетесь вставить, потому что я вам обострил, а вы мне пытаетесь как-то укорить, что я там какой-то испытываю в этом возможный интерес или еще что-то. Нет, я считаю, что я имею право именно таким образом доносить до граждан именно эту позицию. Я для вас услышал в таком виде, что вы, граждан, доводите позицию. Соответственно, раз обратились еще в очередной раз, часть касающаясь исключительно моей подписи, конечно же, я вам отвечу. Лично вашей подписи? Здесь прописано же сейчас. Без исполнительной. И там была прописка, и здесь прописано. Подождите. За вашего именно начальника подписью об ознакомлении. Конечно, за моей подписью именно начальника. Подпишите, пожалуйста, ответить мне в течение 10 суток. Вот здесь прописать. С удовольствием. Можно в примечании вот там вот. По просьбе. Так вы напишите, прошу, ответить в течение 10 суток. Вы уже начали заполнять карточку. Ну ладно, пускай будет так. У меня такого еще не было. Пусть будет. Не, ну, просто вот здесь, видать, недостаточно. Заявление прошу дать аргументированный ответ за подписью начальника отдела ОП номер 3 Чухаря ИВ. То есть, вот, вот, как будто вот этого не было сказано, да? Ну, давай еще разочек. Потом третий разочек, четвертый, пятый. Ну, интересно же, правильно? Вот, на мой взгляд, уже это начинает более интересно смотреться. Вы там заполните, кем внесены данные там еще? Куда, куда, куда? Вот, сведения в карточку внесены, кем? Кто вы вносили? Да. Судовольствием. Номер регистрационный и потом копию. Ну, регистрационный номер я вам, к сожалению, сейчас не дам. Ну, куск какой-то или какой регистрационный номер? Кто? Забейте там. Забейте там какой-нибудь. Ну, какой-нибудь что? Просто вот, Анна. Это карточка личного приема устного обращения. Если вы хотите, соответственно, обращение письменное, которое подлежит регистрации в КУСП сейчас, с талонными давлениями, это совершенно по-другому. Вот, листочек, бумага. А, так вы все-таки знаете, что такое личный прием граждан, ну, что там надо заполнять? А эта личная карточка в последующем подшивается. Это и совершенно наркотурное дело. В мое? Зачем ваше? А у вас там много личных карточек таких? Ваша личная карточка, это личная карточка. Она не имеет ни ко мне никакого отношения. Анна, может быть, все-таки мы подадим ради прикола. Вот этот ответ обжалуем. В суд? Да. Понятно, что здесь признаков статьи 140-го уголовного кодекса нет. Нет. Ну, просто человек скажет, да я это просто, я это. Разъяснял. Я как этот, ну... Я думаю, что Натик Паладович тут ни в чем не виноват. Конечно, главное злодей кто? Кто? Николай Валерьевич Чухарев. Кризиска. Кто еще? Николай Валерьевич, вы должны прекрасно понимать, что любые ограничения с ознакомлением нас с материалами там, да, следственной проверки там и тому подобное, с материалами, которые установлены в порядке и собраны, образуют в состав уголовного преступления по статье 140-го. И мы от вас хотим получить именно не вот эту вот консультацию, да, какую-то там за пределами вообще ситуации, а мы хотим получить применительно вот к этой ситуации, что в рамках ознакомления с доследственной проверкой по такому-то заявлению, совершению преступления вам не положено. И тогда мы имеем право, вот меня в следственном комитете ждут. Не знаю, вы видели, ну вы же не смотрите мои ролики, посмотрите, посмотрите ролики. Я не хочу. Посмотрите. Меня ждут, потому что они хотят получить от меня персональные заявления. Интересно сказано, меня в следственном комитете ждут. Вот вопрос. Вы прям подчеркнули что-то в этой фразе для себя ждущее. Не, ну меня ждут в хорошем плане, вы не думайте, все, что там Фанфилова творит, это как бы она еще отдельно будет за это, я думаю, отвечать. Потому что то, что она использует свое должностное положение для того, чтобы не платить судебные расходы по собиранию доказательств, а именно то, что якобы я там ее оскорблял и тому подобное, проводить лингвистическую экспертизу за счет государства, это все неправильно. Ну, Владимир Владимирович, давайте сейчас ставим судебное ваше дело. Не, я вам говорю о том, что если я буду ходить в следственный комитет, то явно я буду ходить туда, связанные с деятельностью правоохранительных работников, в действиях которых я усматриваю заведомо ложный донос, непредоставление данных, связанных с обращением граждан. Вот то обращение, которое мною было подано на личном приеме, вы направили в следственный комитет? Конечно. Направили. Ну, я просто так понимаю, что у меня тут как раз этот ответ есть. Надеюсь, что это именно оно. Потому что все ваши письма начинаются, вот смотрите, как. Ну, вы тоже написали. Что непонятно даже, уведомление, уведомление. Сообщаю вам, что обращение зарегистрировано в КУСП, номер такой-то, от такого-то числа в АП, в АП номер 3, направлено по последственности в следственный отдел по городу Мурманск, куда-то. То есть, понимаете, я, получается, по номеру КУСПа и по дате должен определить вообще суть этого своего обращения. А я понятия не имею, что за КУСП, что за номер, понимаете? Почему в преамбуле, по какому вопросу? Ну, вы все равно часто ходите в Следственном комитете заодно. Нет, я часто не хожу, я там один раз только был. Так вас же ждут, сходите еще раз узнать. Меня ждут с заявлениями, ну, просто у меня очень много дел. Завтра я иду в УМВД области. Кстати, буду разговаривать с новым начальником следственного управления. Дело в полиции. Ну, короче, ролик выйдет, посмотрите. Ну, и буду. Посмотреть, я знаю. Не хочу, честно. Не смотрю. В общем, Николай Валерьевич, резюмируя наши встречи, ну, так, не под запись, конечно, просто, скажем так, лично мое имхо, скажем так, мнение. А, в общем, всю суть вашу я поняла. Наконец-то вы поняли меня. Нет, не конкретно вас, и вас тоже. В общем, деятельность нашу. Ну, я просто оставлю, скажем так, право за собой дать вам сдачу. Ну, то есть, ваша деятельность, вот все, что вот это вот произошло от начала 22 сентября и заканчивая там, ну, еще тут чуть-чуть, скажем так, вот, вы меня обидели, вы, а в лице, вот, вот полиция, вы, в общем, ну, то есть, вы что-то могли сделать, но вы бездействовали, как человек, как мужчина и как струбник. Вы сделали все для того, чтобы ничего не было. Любые какие-то, скажем так, кочки запинания, там, ваши промахи и какие-то моменты, ну, скажем так, возможного появления шанса на заведение уголовного дела, вы умело, просто мастерски, виртуозно все закрыли, загладили, зачистили, и, в общем, сейчас все шито, крыто, в землю врыто, отказ с возбуждением уголовного дела, никто не наказан, никто не привлечен. Все, что было снято, это вообще, скажем так, заноза в заднице, ну, скажем так, ни народа, да, ни слуг ваших, вашей господствующей структуры. Вот, ну, то есть, я, с вашего позволения, а вы мне дали это право оставить за собой следующее действие. Ну, так вот, просто. Я вам всегда даю это право оставить за собой следующее действие. С первой нашей с вами встречи. Наше решение всегда, это решение первой инстанции. Если вы с ним не согласны, обращайтесь с вышестоящей инстанцией. Ну, сказано было, опять же, подчеркну, эмоционально красиво, зрители оценят. Это как, да? Что было эмоционально сказано? Ну, все сейчас, то, что вы озвучили все это. Текст, наверное, долго тренировались на текст. Это резюме нашей всей сегодняшней встречи с приложениями. Для презентационной встречи с этим беседом по вопросам. Ну, это перепись тех вопросов, которые у нас сегодня были, чтобы вы не забыли, на что отвечать.